дорогие друзья привет сегодня я хочу поговорить на очень интересную тему о связи предстательной железы и эрекции очень часто простатит и расстройство эрекции связывают друг с другом нужно выяснить есть ли действительно между ними взаимосвязь сейчас я еще раз кратко рассмотрю все функции простаты и механизмы эрекции вместе с вами мы поищем связи функции этих органов есть ли взаимосвязь и взаимовлияние между ними в одном из прошлых роликов я рассказывал об основных функциях простаты это ролик номер два простата анатомия и физиология повторю их кратко секреторная функция это выработка секрета которые участвуют в разжижении эякулята моторная это сокращение простаты которая выбрасывает одну из составных частей эякулята замыкательная эта функция которая помогает удерживать мочу барьерная некоторые авторы ее выделяют то есть простота играет роль барьера для инфекционных агентов которые попадают в уровень чтобы они не проникали вверх мочевой пузырь и выше но на самом деле я бы не выделял эту функцию потому что например у женщин никакого специального барьера нет хотя у них уретра короткая и широкая и наличие бактерий в мочевом пузыре это обычное дело у них однако женщин по-другому функционирует иммунная система уротелия клеток покрывающих мочевой пузырь поэтому простота как барьер ну наверное не совсем в этом дело дело состоит в том что изолированного цистита у мужчины практически не бывает никогда воспаление всегда участвует предстательная железа вот все эти функции они давно рассмотрены изучены и продолжают детализировано изучаться дополняться но заметили ли вы среди них эрекцию нет функции эрекции участие в этой функции предстательной железы никем не замечено и не описано теперь о физиологии эрекции эрекция представляет собой сложный рефлекторно-сосудистый акт основной механизм эрекции связывают с усилением кровотока и притока артериальной крови и замедление оттока венозной крови по венам одни авторы считают что эрекция результатом является результатом взаимодействия нервных центров и сосудистого аппарата основную роль в развитии и качестве эрекции играет состояние кавернозных тел что такое кавернозное тело это такая длинная сосиска вот в которой находится губчатая ткань или пещеристая ткань вот еще по-русски это называется пещеристое тело так вот эта пещеристая ткань представляет из себя как я уже сказал такую губчатую структуру по которой идет кровоток она разделена тробекулами такими перегородками и вот когда кровь наполняет это пещеристое тело а заключено она в такую плотную белочную оболочку которая эластичная очень толстая миллиметра три наверное 4 при растяжении она истончается до двух миллиметров вот эта белочная оболочка есть это вот как у сосиски и оболочка и при кровенаполнении кавернозное тело растягивается до определенного предела вот и белочная оболочка мешает ему дальше растягиваться возникает избыточное давление и появляется соответственно качественная эрекция так вот сосудистые механизмы которые обеспечивают работу всей эрекции они зависят от состояния в основном артериального кровотока то есть чем лучше приток крови тем лучше качество эрекции однако регулируется это двумя центрами или можно выделить два механизма эрекции это осознанный и спонтанный или автоматически неосознанный 1 осознанный тип эрекции это значит что когда у нас включено сознание то есть когда мы не спим у нас работают анализаторы там зрительные обонятельные слуховые тактильные чувствительные и другие то есть когда мы видим объект какой-то сексуальный который мы можем увидеть понюхать почувствовать получить сигнал от внешних центральных анализаторов и после этого сигнала отправляется спинной мозг в центр спинальный который расположен где-то в крестцовой зоне разные сведения с первого по третьей крестцовые сегменты это экспериментально экспериментально доказано в связи с тем что при повреждении или разрушении этих центров эрекция пропадает из-за этого сделали вывод что вероятнее всего спинномозговые центры расположены именно в этой зоне спинного мозга так вот от зрительных анализаторов спинномозговые центры получают сигнал и по нейротрансмиттером различным связям биохимическим по нервным волокнам импульсы дальше идут в составе тазовых нервов подходят к половому члену посылают сигналы соответствующие гладкие мышцы артериол мелких артериол и капилляров которые расположены в пещеристых телах расширяются и приток артериальной крови резко усиливается при этом при кровенаполнении сдавливаются вены ухудшается отток крови и соответственно этому все больше и больше появляется эрекция вот а неосознанные эрекции то есть спонтанные или без бессознательные эрекции появляются когда человек спит то есть сознание отключено до нужно вернуться еще раз к осознанным эрекции либо мы видим этот объект либо мы представляем его себе в сознании то есть в своих фантазиях мы представляем некий объект и опять же из этих центральных центров головного мозга которые расположены в височных долях гипоталамусе вот идут сигналы удав спинномозговой центр неосознанные эрекции наступают например в в состоянии сна когда сознание выключено соответственно эти внешние анализаторы у нас не работают а работают спинномозговой центр вот есть определенный спинальный автоматизм или своего рода пейсмейкер водитель ритм то есть у здорового мужчины за ночь возникает несколько эпизодов спонтанных эрекций и даже у мальчиков в возрасте там 5 6 7 лет то есть до периода полового созревания возникают ночные эрекции это своего рода сосудистый автоматизм который выполняет роль тренировки то есть бы такого автоматического тренинга этой системы которая осуществляет и поддерживает вот эту нейромышечно-сосудистую связь и это очень важно наличие этих ночных эрекций очень часто люди говорят у меня нету никаких утренних эрекций но существуют специальные приборы мониторирования ночных эрекций такие же как при записи электрокардиограммы например или электроэнцефалограммы такие же есть приборы регистрации ночных эрекций и вот в большинстве случаев у мужчин молодого возраста которые жалуются на импотенцию регистрируется нормальное количество абсолютно качественных и продолжительных ночных эрекций это означает что спинальный автоматизм работает нормально когда включается сознание наступает импотенция то есть наши мысли мешают спинальному автоматизму выполнить свою функцию в полном объеме так вот эти две группы эрекции прошу запомнить значит осознанные и автоматические или спонтанные как же действуют мужские гормоны этот наш тестостерон на эрекции конечно считается что чем выше тестостерон тем лучше эрекции на самом деле это не так и прямое действие андрогенов то есть мужские гормонов на эрекцию она во многом остается спорным есть полярные мнения кто-то считает что совсем никак не влияет кто-то считает что влияет до определенного периода то есть в эксперименте при введении у людей людей с врожденным гипогонодизмом то есть которых по причине какого-то врожденной патологии отсутствует нормальная продукция мужских гормонов когда им искусственно повышали их уровень качество эрекции них никак не менялась дело все в том что даже у кастратов будет будут нормальные эрекции потому что вот этот спинномозговой автомат он работает сосуды если хорошие то эрекция будет нормально и будут такие же спонтанные ночные эрекции даже при отсутствии мужских гормонов другое дело что у них резко сниженной практически отсутствует либидо их нету никаких сексуальных фантазий и нет увлечения нету мыслей о продолжении рода вот как раз на работу центральных анализаторов влияет количество тестостерона то есть при повышении тестостерона активизируется либидо то есть половое влечение и опять же до определенного предела как я начал говорить вот этим людям с гипогонодизмом при введении экзогенного тестостерона до какого-то времени до какого-то уровня повышается либидо и половое увеличение а потом даже при 5 и 10 кратном по превышении нормы она уже никак не увеличивается есть какой-то порог на выше которого никакого прогрессивного действия не отмечается таким образом эрекция это сложный нейро рефлекторный сосудистый механизм в котором что простота опять видим не участвует никакого влияния на качество продолжительность частоту эрекции и связь с предстательной железой ни в одном из исследований не отмечено то есть нет связи как же так вы скажете это известный факт многие испытывают проблемы с эрекцией начинают разбираться и искать причины находят простатит помните в ролике обузе я рассказывал что если схватить первые попавшиеся любые 10 мужиков на улице без всяких жалоб сделать им узи простаты и 9 из них найдешь простатит так вот те кто ищет простатит легко его находят вот и начинают его лечить с надеждой на улучшение эрекции и чаще всего не получают положительного результата что происходит а все дело в том что все что касается мужского здоровья простатит импотенция нарушение мочеиспускания рак плохая эрекция бесплодие в общем все что ниже пояса смешивается в некое общее понятие простот и этим пользуются различные мошенники да и не только мошенники но может ли быть простатит причиной снижения потенции да может в период активных жалок когда у человека что-то болит и мешает ему жить также как зубная боль или вросший ноготь может быть причиной снижения потенции или там форумкул на носу вот так как в этот период мало кому приходит в голову думать о сексе привожу стандарт жизненной ситуации мужчина в определенный период жизни сталкивается со снижением половой активности как я говорил что каждый мужчина переживает несколько этапов снижения половой активности с последующим плата образным стабилизирующим периодом в течение трех семи лет потом опять снижение какое-то и а иногда получает подсказку прекрасной половины ты проверь просто все слышали об этом проверяет и ох неожиданность находят простатит как его находят я уже вам говорю в голове тут же возникает страшный мультфильм о горьком будущем мужик начинает лечить простатит ему с удовольствием помогают платные медицинские структуры или он погружается в сектанство типа там сидение на грецких орехах сон соседовым поленом между ног там луковую шелуху там в разные отверстия можно толкать и так далее в общем куда кривая заведет вот со временем формируется устойчивая связь в мыслительно-психологическом аппарате простатит импотенция аденома рак смерть и так далее зависимости от индивидуальных фантазий а причина снижение потенции обычный физиологический этап развития мужчин который каждый переживает дальше будет все хорошо но не так как раньше и попытки улучшить повысить этот физиологический уровень будут носить лишь временный эффект так как противоречат законам природы вот например случай из практики лечу простатит у парня который в общем предъявляет жалобы на дискомфортные различные явления и простатит не очень выражен в результате двух недель лечения простота стала абсолютно нормальный ушел отек исчезли уплотнения исчезла болезненность в общем все хорошо должно быть хорошо а он говорит все плохо никаких улучшений нет назначайте мне что-нибудь еще мне не лучше хорошее лекарство какой-нибудь мне пожалуйста пропишите я уже голову сломал и продолжаю добиваться результата какого-то результата нет по всем признакам он уже должен быть ничего не могу понять на мое счастье привел он свою девушку в соседний кабинет гинекологу и вот эта девушка рассказала врачу что парни идея фикс повысить сексуальную активность она говорит что он ее уже замучил он не ловит где подвернется случае там и имеет вот и иногда на четвертый или пятый раз у него наступают сбои ничего не получается от чего в общем он приходит сильное расстройство а меня в свою очередь он уже истерзал назначьте мне что-нибудь эффективное мне ничего не помогает я хочу чтобы было лучше это оказывается чтобы усилить половую функцию как мы знаем превысить физиологические способности можно на какой-то короткий период времени потом все равно природа будет стремиться к физиологической норме для этого человека в его возрасте в данный и у его жизни из всего следует что большинство органических причин расстройства эрекции это сосудистые причин если есть гиперлипидемии то есть повышенное количество холестерина плохого гипертония атеросклероз то есть снижение кровотока в пенильных артериях это и будет основной причиной органических то есть стойких нарушений эрекции это та же самая ишемическая болезнь полового члена в какой-то степени такая же как ишемическая болезнь сердца или ишемическая болезнь головного мозга то есть этот атеросклероз приводит ишемии различных органов еще одна огромная группа это психоэмоциональная сфера все острые случаи импотенции из этого разряда то есть мужик даже день конкретный может назвать вот когда было все хорошо а вот с этого дня как отрезала это стопроцентный психофактор то есть искать надо в голове а находят простатит и его лечит и результат 0 если к такому импотенту подключить аппарат вот про которые говорил для мониторирования ночных эрекций ночью все работает нормально то есть когда отключается сознание вот центры височных долях там и где-то в гипоталамусе отключены и автоматизм на уровне спинного мозга работают нормально как только человек проснулся появилась импотенция иногда такую психоэмоциональную связь разрывает какая-то новая женщина которая настолько нравится как сексуальный объект что разрушаются исчезают все простатиты и прочие болезни и все работает прекрасно из этой женщины никакой импотенции не наблюдается а вот с другой ничего не получается и копаться в общем в этих психологических факторах это задача психиатра психотерапевта сексолога я не профессионал в этой области мы могу сказать что иногда такие простатики импотенты вдруг исчезают вот он лечился лечился полтора года ходил периодически и вдруг его нет и не появляется там год-полтора а потом опять импотенция вдруг к нему возвращается наступила адаптация к новому партнеру и другие психологические факторы какие-то то есть неудачи на работе неудачи семье ссоры и разлады и опять на арену выходит простатит который надо лечить а на самом деле это психогенная форма нарушения эрекции я уже говорил о том как в реальности происходит механизм эрекции состоянии бодрствования мы должны каким-либо образом активировать наши центры эрекции в головном мозге то есть наши анализаторы глаза уши нос кожи должны что-то или кого-то увидеть услышать понюхать почувствовать то есть активировать эти центральные органы мозга либо представить себе образ сексуальной фантазии вот мы если центральный сигнал подавляется какой-либо другой информации или мыслью какой-либо другой мысль изменился кто может не понравился за объект потерял зрительную привлекательность разделась его выстрел там перед ухом что-то там появилась мысль что опять не получается или не получится то есть любой фактор внешний либо внутренний виде какой-то мысли или сомнений значение которого превышает сигнал от этих анализаторов к органам соответственно спинальным центром эрекции подавляет этот сигнал механизм останавливается и все проблема и вот копанием в этих механизмах занимаются психотерапевт нужно сказать что чем более высоко организованная личность чем богаче в эмоциональном плане для человек чем больше он подвержен такому внутреннему санатов самоанализу психотравмам в общем тем больше он подвержен сексуальным неудачам грубо говоря у там портового грузчика с пятью классами образования или какого-то землепашца не хочу никого обижать это для образного примера примитивные личности психика не отягощена самоанализом и сомнений есть женщина значит в нужный момент и нужное время можно с ней вступить связь то есть центральные зоны получают команду начинай и механизм начинает работать и помешать ему почти ничего не может очень мало внешних факторов в виде каких-то мыслей или сигналов могут ему помешать это получается без проблем и причем часто качество женщины не имеет никакого значения а если личность высоко образованного многосторонний психологически чувствительная иронимы легко внушаем вот тут происходят всякие психологические чудеса и так главный вывод всего вышесказанного связь простаты и эрекции обсутствует простатит может влиять на продолжительность полового когда в простате хронический застойный процесс или воспалительные изменения то раздражение нервных окончаний в аппарате предстательной железы и семенных пузырьков в общем очень высоко порог реализации рефлексы возбудимости очень высокий повышенная готовность к себе извержению как бы существует если в норме после периода воздержания 1 полова может быть очень коротким из-за вышеописанных причин то последующий через какой-то промежуток времени уже будет более продолжительный так как система простота семенные пузырьки уже не перегружена и рефлекс 7 извержений на более низком уровне а вот при воспалении активном при повышении порога или когда уже простота не может полностью опорожниться страдает ее моторные функции несмотря на семи извержения часть содержимого все равно остается в ней и раздражает нервные рецепторы вот это может быть причиной ускоренного семи извержений проверять простату необходимо лечить простатит необходимо но надеяться что это улучшит механизм эрекции не верно сама мысль о том что простота стала здоровее в результате лечения значит все будет работать лучше имеет положительное психологическое значение придают большую уверенность уверенности в результате в успехе и конечно отражается на эрекции этот механизм работает но работает ему психологический компонент они состояние ткани предстательной железы есть пациенты с тотальным склерозом простаты то есть просто так как функционирующий орган практически отсутствует она уже погибла среди них полно лиц прекрасные эрекции и высокой половой активность есть пациенты в возрасте 50 60 лет у которых выполнено например трансулентральная резекция по поводу аденом который у которых после операции удаления части предстательной железы эрекция улучшается улучшается потенция уходит проблемы с мочеиспусканием повышается качество жизни исчезает тот фактор который мешал жить и также как после удаления вросшего ногти появляются мысли о сексе так и после удаления части предстательной железы эти мысли тоже начинают посещать чаще и половая жизнь активизируется вот и с другой стороны есть лица с прекрасной и здоровой предстательной железой без каких-либо признаков патологии у которых куча сексуальных проблем одним словом вся эта проблема очень многогранна и сложная как вы поняли основная цель этого видео чтобы показать что не существует прямой связи и зависимости между состоянием простаты и качество эрекции связи с этим я не устану вам повторять не слушайте шарлатан не ведитесь на легкие разводки которые обещают вам волшебные средства избавляющие вас от всех проблем нужно чтобы в этих проблемах разбирался специалист здравый смысл здоровый образ жизни и вера в светлое настоящее и будущее должны всегда вместе с вами всего вам хорошего здоровья удачи и до встречи удачи